Музыка Очередное 30-е заседание Городского Совета Воркуты состоялось 23 апреля. Первым и наиболее значимым пунктом был отчет руководителя администрации города Игоря Гурьева о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2017 год и о задачах на текущее время. Основные задачи, которые мы смогли реализовать в 2017 году, при той экономической ситуации, при том, как называют депутаты бюджета и выживания, мы исполнили все социальные задачи и планы города и не позволили такой ситуации не только в городе, но и в целом стране, в пустору, финансовую дыру. Чистость населения городского округа Воркута на начале 2018 года составила 77 314 человек. За год количество жителей сократилось на 2747 человек. Основная причина – миграция населения. По итогам исполнения бюджета 2017 года получено доходы в сумме 3,4 млрд рублей. Кассовые расходы составили почти 3,6 млрд. Бюджет был исполнен с дефицитом в 171 млрд рублей, что больше 2016 года в 2,8 раза. В целом, отчет руководителя администрации города порадовал своими оптимистичными показателями, а планы на текущий год вдохновляют к новым победам и свершениям. В 2018 году нам предстоит сделать много работы, повысить эффективность управления муниципальным имуществом, обеспечить режим экономии бюджетных средств, продолжить работы по оптимизации бюджетных расходов, укрепить доходную базу городского бюджета, продолжить работу по привлечению инвесторов в создании условий для развития предпринимательства. Хороший вопрос по поводу закрытия газеты «Заполярье» и будущего городской прессы задала депутат Елена Бутова. Будет ли у нас газета для жителей города? На что Игорь Гурьев ответил следующее. Поэтому если ситуация с финансами, в первую очередь, исправится, мы обязательно газету городскую сделаем, я считаю, что она должна. Мы разные варианты рассматривали, рассматривали формат минимальный, который был ранее. Но, в результате, ситуация пока такая усложнена. Еще раз говорю, как только поменяется финансовая. Газета еще городская нужна, потому что люди, в полном возрасте, люди читают у нас на газете, бумаги. Ну, максимально все, что можно, мы, конечно, даем через СМИ, в электронном формате. Но, я понимаю, здесь вопрос касается именно людей более плотного возраста. Депутат Горсовета Константин Пименов, отдавая должное отчету Игоря Гурьева, оценил сегодняшнюю ситуацию в Воркуте образно, на манер имажинистов начала 20 века. Отчет основан на реальных событиях и пожеланиях. Но, если сравнить вот Воркуту с человеком, то этот человек больно. И его состояние стабильно тяжелое. И вот вместо того, чтобы лечить этого человека больного, лечить новейшими препаратами, применять новейшую, так сказать, научную медицину, то этого человека лечить сегодня зеленкой и аналитином. Если мы не соберем все свои силы и желания в единый план, 2025 год и город Воркутафии станет существовать. Спасибо за внимание. Глава города Юрий Долгих резюмировал полемические замечания, связанные с отчетом руководителя администрации Игоря Гурьева. О том, что проблем в городе действительно еще много, но мы сейчас говорим не о том, что администрация в один момент их решила. Мы говорим о том, что у администрации есть желание сделать все для того, чтобы эти проблемы уменьшились и чтобы для жителей города это действительно было все положительным. Отчет руководителя администрации города был принят единогласно. После кратковременного перерыва были рассмотрены другие вопросы, стоящие на повестке дня, а следующее заседание Гурсовета назначено на первую половину мая. Вячеслав Ирин, Иван Волошин, ТВ Гало, Воркута.